на портал экзегет поступил вопрос почему вне церкви нет спасения а давайте посмотрим что вне церкви вообще вне церкви очень такой мир то сложный не лежит во зле вокруг грешники да и мы тоже грешники неправильно думать что все грешники это по несчастность их страдаю так я думаю значит я такой закончен эгоист грехов не чувствую поэтому я грешник окружающие грешники где спастись в пасантере как сказал что отец и матерь может передать почему тушник это очень плохие то что они ну так сложились обстоятельства что они какой-то ситуация тебе они нужны они смогли с собой справиться у них там свои искушения и вот оказался один только бог нас может спасти от нас самих и от вот это влияние озлобляющие влияние окружающего мира а где бог он как раз реализуется через церковь в этом мире конечно можно богу любой к там крещеный некрещеный человек любой национальности раз может обратиться и бог услышит но вот бог именно пришел как сам сказал садись ждут церкви мои врата ада не дали рата давание дарит ее и на через церковь через церковную жизнь у нас происходит наибольшей полноте взаимодействие с богом через церковную жизнь через таинство церкви можем стяжать добродетель стяжать любовь с одной стороны а с другой стороны избавиться от греха именно через церковь бог проявляет наиболее ярко наиболее мощно свою волю свои силы и может через церковную жизнь через таинство церкви передать нам эти силы это естественно это естественно то что именно так немножко вдуматься а как по-другому надо некой институт некое такое струк структуры на бытие где будет эта сила божия проявлялась она где проявляется в царях ну в святых царях да в родителях да в святых родителях явно проявляют свои мани например моё так сказать там других святых родителях но другой стороны ведь святых таких вот явно святых как преподобный сергей радыцкий преподобный серафим сыровский но их процент на отношения отношений относительно людей не так уж и много на сколько-то тысяч не миллионов сколько-то тысяч может даже там сколько там десятков тысяч на миллиарды людей и вот как же быть область вот извините я не встречу преподобного сергей радонежского вот не помню один мало тогда вот церковный человек сказал мне бы найти святого старца я бы сел его ног и спасался бы а если не найдешь этих немного вот как-то вот жизнь не свела а даже если свела но вот он же этот старец этих там горов кавказа ну пример а ты здесь в паскве телефонов нету позвонить нельзя все делать ну каждый день не наездишься далеко что делать то как а вот церковь обычные батюшки грешные люди да батюшки это грешные люди как и все но в этих глиняных сосудах благодать божия пусть то по факту что они рукопороженные священия священники священнослужители не совершает таинство ты приходишь к священнику на исповедь папка слушает может даже знаете такой попался батюшка ну достаточно радивый а может просто ну знаете у всех проблемы но стресс у человека даже может как-то и не выслушал как вот так вот как должного образа внимательно ну немощный вот немощь бы какая-то прям духовная она трахили накрыл грехи отпустил и если у тебя есть покаяние ты пришел к богу церковь если тебя было пока я на чувство из ты со слезами на глазах может быть сказал свои грехи то за батюшку ангел божий тебе их отпустит это не чудо церковь нивелирует немощь людей за счет того что в ней живет дух святой нивелирует вот немощные все люди это пол знал вот он создал церковь где живет дух святой и действует и действует зависит именно от твоего покаяния вопрос тогда почему нельзя было так напрямую носить и батюшку куда-то там что-то как тут найти вот пришел как бы я же пришел так какой-нибудь пример вот и каюсь и зачем я там какие-то там и спритом так далее все же таинство к богу молюсь на прямое мне так вот руки так расставлю господи спаси ну два момента первых сам бог так вечер мы звание знаем это раз а вторых понимаете вот даже так и спал вот такое чеческое суждение чеческая модель попросить прощения у человека прискать там жена я не виноват я прости меня пожалуйста или так найти мысленно так на эти где-то одиниться в углу и так тихоньку сказать что не слышала вера или там оля прости мне пожалуйста чтобы же не слышала что легче 10 на покаяние вот я подошел чисто психологически чисто психологически понятно что сказать попросить прощение смотря в глаза это труднее для нас людей гордых чем где-то там тихонечко там прошу прощения в туалете там что такое брякнуть поэтому вот бог так устроил чтобы был светиль чтобы носителем благодати божией а как узнать где истина вот у нас есть одно евангелие сколько конфессий более того удивительные вещи евангелие например однопор в браке однозначно осуждаются сейчас есть конфессий которых ничают как так получилось они конечно понимают что это пользное слоение это там еще то сё пятьдесят это человек может объяснить себе любые вещи хоть удовольствия себя оправдает долго желание требуется носители духа святые требуется некий дух который вот все признают некий носитель духа который есть не просто святые это церковь составную часть которые святые это и церковь этот дух сохраняет себе вот интересно они всегда сказал что если бы какой-то там гонений был потерянся богослужебная литература там даже евангелие было потеряны то бы монахи бы люди наиболее такой живущий церковной жизни все восстановили по памяти то что дух святой церкви есть конечно это чисто такое на скоте в реальность конечно евангелие будет конца считавать но тем не менее вот так вот что дух святой церкви живет и мы это чувствуем поэтому церковь это не просто собрание людей это не просто собрание людей которые увлечены определенной там идеологии мира имеет мировоззрение церкви живет живой бог дух святой даже вот этих грешных людях мне рассказала одна женщина она но батюшка так немножко ну так с высоко к нему относилась тем больше он давал некий повод для этого на своем действии но был такой человек совершенно и вот она как раз пришла как-то раз какую-то проблему с духовнику этот пальчик как раз к проповеди говорю вдруг она стала получать последовательные ответы на все свои вопросы вот это не забывайте что в церкви дух святой несмотря на что что в церкви грешные люди и других нету даже святые то не без греха а вот дух святой без греха и дух святой церкви помогает поэтому а вне церкви если спасение бог есть вот есть у нас выражение язычник согласова спасается согласовой совести вот мы это знаем это апостол павла а больше ничего не знаем и не стоит наверное думать если в церкви то мы спасаемся с большими проблемами с трудом то чего нам думать за тех кто вне церкви вот а вот если мы в церкви мы почувствуем практически на своей душе как больно что это пришел к врачу и врачу вам помог что да я пришел в церкви и церковь не помогла и есть людей сколько бросили пить бросили наркотики а крайне вечно говорю наладилась семейная жизнь после уцерковления но это и подобное мы просто почувствуем что жить то вообще можно что это не не то мы можешь который быстрее бы кончилось нет есть радость жизни от и пришли в церковь без радости почувствовать что радость жизни все таки есть несмотря на что что жизнь за скопище греха ибо лично и окружающие а есть радость жизни почему потому что бог есть и и дух святого вашего мою душу через церковную жизнь и смог с каким-то грехами участие справиться и отсюда радость почувствовал может быть очень церковь жизнь церкви понимает тот кто живет жизнью церкви сказал философ хомяков 19 века что понимает жизнь чем понимается кто-то уже в жизни церкви почему потому что это вещь практическая вот никогда не поймешь что такое семья пока сам не будешь иметь сколько-то за книжек не читал так и церковь войди почувствуешь и тебя вопрос все будет снят внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео и